Мы посещали с причастием наших старец. У нас их осталось всего пятеро. И каждая из них это вот, ну... Это целая история, наверное. Кто со мной уже ездил на причастие, не остаются без особых таких впечатлений. Влад, он вообще плакал, глядя на них. Вот. И в прошлую субботу у Веры Тимофеевны, самой нашей старейшей старицы. То есть такая старица из всех стариц. 94 года ей было день рождения. И родственники... Мы пришли, родственники сразу чай накрыли, там стол, тортик. И говорят, мы вчера ей говорим, мам, Вера, у тебя день рождения. Что? Какой праздник? А потом, а пришли мы на следующий день, получается. И говорим, тетя Вера, с днем рождения. Она... Ой, я молилась, чтобы ко мне пришли верующие, чтобы помолились за меня, чтобы поздравили меня с днем рождения. И потом мы дальше общаемся. Она нам стихов 10, наверное, рассказала разных. И говорит, я же всегда в церкви стихи рассказывала. Я говорю, тетя Вера, а какие у вас сейчас переживания внутри? О чем вы больше всего переживаете? И она такая на секунду буквально задумалась и говорит, так хочется в церкви побывать. И потом... Потом мы на группе рассуждаем, мы вспомнили этих старец и думаем, когда мы состаримся? И уже отойдут от нас заботы, во что одеться, какие там предметы роскоши покупать и так далее. Вот останется ветхое-ветхое тело. К ней прикасаешься, у меня хоть мышцы какие-то, а там просто кожа и косточки. Худенькие эти бабушки, уже вот еле ходят, еле встают. Что останется? Вот эта уже сухая губка, а в ней еще что-то есть. Когда тебя уже начнут выжимать, что оттуда польется? Вот из них льются стихи, стихи, желание... Сейчас, если получится. Желание быть в церкви. Все равно сердце будет печать, все равно нам придется расстаться, на расстаться с тобой и так жаль. Когда придется нам расстаться, и я скажу тебе прощай, тогда слеза из глаз польется, люди нас, не забывай. Аминь. Сейчас, еще одно. Вам ночи приятного сна, и видеть во сне вам от зла и козла. Козла до полночи, от зла до утра. Спокойный вам ночи приятного сна. И для Бога близко, держи сердце высоко, а головку низко. Ну, в общем, она нас наставляла стихами. И, наверное, через все это общение, которое было у нас, пока мы там пили чай, она постоянно где-то от родственники ходит, она говорит, придите ко мне, все труждающие, все обремененные, я успокою вас. Но не хотят люди идти? Не хотят. Еще пройдет какое-то время она. Придите ко мне, все труждающие, все обремененные, говорит Иисус. Я успокою вас. Но не хотят люди идти? Не хотят. Я не знаю, раз 10 или 15, но она говорила эти слова. Иисус говорит в 28 стихе, Матфея 11, 28. Придите ко мне, все труждающие, все обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко или легко. Аминь. Придите ко мне, все труждающие, все обремененные. Когда придет время, и нас выжмут, я сам задумался над этим, что из меня потечет, какие переживания, какие чувства, чем я пропитываюсь, наверное, сейчас в молодости. Вот вы, молодежь, дети, взрослые, потому что у нас что-то уже сложилось в жизни, какой-то уклад, как мы относимся к слову, к молитве, друг к другу, к церкви. И это все потом выльется. Если у тебя было недовольное все время сердце, то, наверное, потом, напоследок тебя будут выжимать, ты будешь брюзжать, все время быть недовольным, недовольным. у одних людей работал, и они, говорят, договаривались о сроках, потому что, чтобы нам, говорит, не привезти нашу бабушку, а что такое? Она просто достанет вас, потому что все будет не так. Она будет подходить, она была специалистом каким-то там, и руководила людьми всю жизнь, и она просто не даст работать, потому что будет все не так. Ей уже тоже где-то за 90, она еще, говорит, ходит, еще бодрая, но, говорит, мы лучше вас от нее оградим, чтобы вы спокойно могли делать свое дело. Вот придет время. И Иисус говорит, придите ко мне все труждающие, все обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. И когда мы думаем, ну, задумываясь над иго, наверное, возникают, ну, ассоциации такие, татаро-монгольская иго, или там какое-то иго, которая, ну, это некая тяжесть, некое бремя, некая обязанность, которая возложена на тебя кем-то. И, может быть, ты бы не хотел, чтобы оно на тебе было, и хотел бы освободиться, но это есть. И вот, что является нашим бременем? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Чем обременены вот вы? Можете поделиться, какие у вас бремена есть? Учеба. Да, это такое бремя. Работа, наверное, да? Вика, у тебя что там? Работа. Так было хорошо, когда была учеба, а теперь работа. То казалось бременем, а теперь то не бремя, там бы еще было лучше, да? Что еще бременем является? Некоторые говорят, вот достался тебе там такой муж или такая жена, вот неси, это твой крест, это вот бремя твое. Вот, значит, я думаю, ну ничего себе, зачем тогда жениться, если это бремя. Вот возникает, ну, если подумать, что бремя, да, это что-то такое, на спину тебе взвалили, как рюкзак, и там вот у тебя эти все твои заботы, и они тебя отягощают, они тебя обременяют. И я опять вспоминаю Эльбрус, восхождение, что у меня было в рюкзаке. У меня была там моя одежда, моя еда, газ, чтобы греть еду, палатка, чтобы в ней жить, спальник, чтобы им было тепло, этот, обмундирование все, амуниция. Ну, ну да, ничего лишнего, но все, все, что необходимо было, чтобы делать это дело, подниматься. В принципе, бремена, которые есть в наших рюкзаках, они для того, чтобы, когда я туда поднимусь, чтобы я мог съесть эту еду, одеться в эту одежду, поспать в этом спальнике, спрятаться в этой палатке, с помощью этих обмундирований подняться на гору. То есть, в принципе, наши бремена, они для того, чтобы удовлетворить наши же нужды. То есть, мы работаем зачем, Вик? А, Вик? Ты где? Вот. Или учимся? Зачем учимся? Чтобы работать. Или женимся? Или что? То есть, в принципе, все ваши заботы, они направлены на то, чтобы сделать вашу жизнь как-то комфортнее, чтобы ты мог хорошо кушать, хорошо одеваться, жить счастливо, воспитывать детей, там вот, как в этой истории было, построить дом, купить яхту, ракету и так далее, посмотреть мир. И мы зарабатываем, чтобы погреться, съездить, или вложиться в наших детей, в учебу, или еще во что-то. И получается, то, что нас тяготит, оно, в принципе, нам же и служит. Иисус говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Какое же игое у Иисуса Христа? Что, в чем оно, благое? Да, написано, что благое. Хорошо, ответил. Иисус не думает о себе. А что у него в рюкзаке? Что на него взвалено? Грехи. Чьи? Его? Наши. То есть, в принципе, он тащит. Зачем? Чтобы вам было лучше, чтобы нам было лучше. Вот. Хороший вопрос. Как нам... Он говорит, возьмите иго мое на себя и найдете покой душам вашим. И найдете покой душам вашим. Я вот думаю, когда мы смотрим на Иисуса Христа, как, например, а и научитесь еще, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. То есть, если я примерю на себя его рюкзак, ну, нужно сначала понимать, что там в этом рюкзаке. Если там мои грехи, и все? А чьи еще? Это грехи твои, 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 тех всех людей. То есть, там не только мои грехи. То есть, там получаются заботы, суета, болезни всех-всех людей. Там не только мое. Если я примерю его рюкзак на себя, то есть, там не только моя жизнь. Там жизнь всех людей. И научитесь от меня. Попробуйте понести мой рюкзак и научитесь от меня. Мы когда шли на это восхождение, спускалась группа. Мужик такой здоровый. У него рюкзак... Тут вот такой рюкзак. Что-то еще в руках у нее там было. А сзади шла молодая женщина, ну, налегке вообще. И мы таким смотрим на него, как на такого увьюченного верблюда. А, или два рюкзака сзади. Ну, в общем, очень много. Он весь увешан этими рюкзаками. Вот. Она идет сзади него налегке. И мы такие, ну ты герой. Ну, то есть, это вообще, вот мы сейчас идем, несем свое только. А он идет, несет в два раза больше. Оказывается, у нее была температура. И, ну, нельзя. Просто это, ну, может очень сильно заболеть, или даже погибнуть человек. И вот он берет ее всю ношу на себя, и она идет налегке. Вот. Это было, конечно, очень впечатляюще. Когда Иисус берет наши немощи и болезни, когда Он берет на себя грехи мира, когда Он берет проклятие мира на себя, когда Он несет на себе все поругание этого мира, и наши, получается, все это, наши грехи, наши зависимости, то Он делает это не для того, чтобы Ему было лучше, а чтобы было нам лучше. И научитесь от меня, Он говорит, и найдете покой. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть вы научитесь кротости и смирению. И в чем эта кротость? Или чему я могу научиться, взяв на себя чьи-то проблемы, чьи-то немощи? Знаете, как подходит, у тебя голова кругом от своих забот, и тут себе кто-то подходит и говорит, слушай, у меня беда там, да знал бы ты, чем какие у меня проблемы, извини, мне не до тебя сейчас, мне бы разобраться со своими. У кого там страхи, у кого финансовые, у кого еще, еще. Поэтому нам, чтобы еще взять кого-то и нести кого-то, груз, это... И мы через это учимся смиряться. Когда мы едем в тюрьму, или там куда-то посвящаем себя на какие-то вещи, когда мы что-то делаем в церкви и жертвуем своим временем, силами, способностями, где-то мы отодвигаем свои собственные заботы, чтобы понести бремя другое. Научитесь от меня кротости и смирению через это. Его иго — это наши грехи. Когда человек впадает в искушение, мы сегодня читали Иакова, когда человек впадает в различные искушения, то он обольщается, увлекаясь чаще всего собственной похотью, собственными желаниями, тем, что внутри него есть. И когда мы... Ну, представим себе, что человек — это крепость, которую атакует враг. И у крепости, наверное, бывают, я так думаю, три состояния. Когда она устояла, выдержала натиск, осаду, там, все стенобитные эти орудия, выстояла и не сдала своей позиции, или там до последнего полегла. Может быть, это крепость, которая нашелся какой-то там дезертир, или кто-то открыл ворота, впустил троянского коня, или как-то ее обманом взяли, вот, и она пала, все уничтожено, все сгорело. И есть крепости, которые выходят из своих ворот, атакуют врага и поддерживают победу. И враг в позоре бежит. И вот, когда человек попадает в различные искушения, то мы точно так же, как эти крепости, можем испытывать или находиться в этих трех состояниях. Ну, в одном из них, наверное, из этих состояний. И, например, я вспоминаю фильм «Брестская крепость», кто смотрел, там этот радист сидит на этой безнадежной рации, как он там говорит, я крепость, я крепость, жду подкрепления, я крепость, я крепость. Вот он говорит, говорит, вдруг связь где-то наладится, вдруг его кто-то услышит. Я крепость, я крепость. И почему Брестская крепость до сих пор таким является памятником мужества, потому что они не сдали своей позиции. Они до последнего солдата держали оборону. И их взяли благодаря тому, что просто некому уже было обороняться. Они не вышли, не сдались, и они держали эту оборону. Когда Даниил в Ветхом Завете описывается юноша, ну, нет, точнее, он уже не юноша был, но царь повелел, под него стали копать и придумали, чтобы царь сделал из тукана свое изображение, чтобы все поклонялись ему. И кто не поклонится, тому казнить. Но Даниил открыл окна по обыкновению в своей комнате, стал лицом на восток и молился Богу своему и не поклонялся этому из тукану. Его на этом поймали и в львиный ров бросили. Он как крепость держал свою оборону и в результате утром царь приходит к этому львиному рву и говорит, Даниил, Даниил, жива ли душа твоя? Он говорит, будь благословен, царь, Господь закрыл пасть львам. И его крепость выстояла, и этот царь поклонился Богу Даниила. Сидрах, Месах и Авденага, эти три юноши, которых бросили в огненную печь, тоже по похожей причине и царь увидел, что не сгорают они и даже волос не опалился и тоже поклонился их Богу. Если мы откроем 72 Псалом, 72 Тут Асаф поет песнь Псалом Асафа и второй стих А я, а я он говорит, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я как бы осуждая себя, говорит, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. То есть, моя крепость едва устояла, едва я а в чем его проблема была или в чем атака была? Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. То есть, в его сердце вошла вот эта зависть, другие живут хорошо, а я как я живу и все мысли переключились на благо, которые бы я мог получать, если бы отдал себя бизнесу, отдал себя не служению, а чему-то такому другому. Ибо им нет страданий до смерти, крепкие силы их, на работе человеческой их нет, с прочими людьми не подвергаются ударам, гордость, как ожерелье обложила их, дерзость, как наряд одевает их, выкателись от жира глаза, их бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, ну и так далее. Такие вот люди, и они благоденствуют, живут, процветают, а я? И вот эта вот мысль, когда мы начинаем думать про себя, а я? И это твоя крепость подвергается нападению. И как ты устоишь или не устоишь, когда приходит в твою жизнь такое. Вот. И задача врага, когда атакуется твоя жизнь, когда атакуется твоя душа или твой дух, это украсть веру. Если ты пошатнешься в вере, если ты пошатнешься в том, в чем ты стоишь, в чем ты утвержден, с чем научен, задача врага выполнена. Твоя крепость пала. Если ты потерял веру. И вера теряется элементарно. Когда человек подвергается искушению и поддается ему, у каждого свои искушения, у кого-то похоть, у кого-то деньги, власть, я не знаю, ну, посмотрите в свои сердца и просто ответьте себе, в чем мои слабые стороны, потому что каждый знает себя, в чем он, кто-то поскандалить, кто-то еще там как-то сорваться. И вот когда ты попадаешь в это искушение, то ну и сорвался, упал, как говорится. Чувство вины, вот, Господи, я согрешил перед тобой, как теперь ты можешь слышать молитвы мои, как теперь мне у тебя что-то просить, и Яков пишет, да не думает такой человек что-то получить от Господа, с двоящимися мыслями, то ли любит меня Бог теперь, то ли он отвернулся от меня, то ли вот мои молитвы как в потолок, никуда не поднимаются, и все, задача выполнена, украдена твоя вера, а вера во что? На чем я стою? Что необходимо верующему знать о себе? Я знаю, что Господь мой жив, я знаю, что Он любит меня, я знаю, что если я исповедую грехи свои, Он, будучи верен и праведен, простит меня и очистит меня от всякой неправды, Он поставит меня на твердое основание, то есть когда мы вновь возвращаем, даже согрешив, возвращаемся к тому, где я, и я рукою веры принимаю прощение, которое Он на кресте мне подарил, я протягиваю свою руку веры и говорю, Господи, я благодарю Тебя, что Ты умер за меня на Голгофе, я принимаю это прощение, которое Ты даришь мне. И, наверное, вот этот шаг веры сделать сложнее всего для человека. Если я виноват, написано, что Бог забывает наши грехи, забрасывает их далеко за хребет и не помнит, не вспоминает о них, а я-то помню. Я могу умом понимать, что Бог меня простил, да, но я-то помню, что я согрешил. И как мне с этим быть? И вот эти двоящиеся мысли сбивают меня, вера теряется и получается, что я просто должен протянуть руку веры и сказать, Господи, я утверждаюсь в том, кто я, в Тебе, как Ты любишь меня, как Твоя кровь очищает меня от всякого греха. И принять это, и стать. И я теперь имею твердую уверенность и веру, что я могу молиться Тебе, Господи, я могу у Тебя спрашивать чего-то, могу за кого-то ходатайствовать, я могу снова идти по Твоим путям, вернуться через веру в прежнее состояние, даже если Твоя крепость пала, даже если Ты открыл дверь для того, чтобы что-то посмотреть, или что-то сделать, или там язык подвел, или еще-еще что-то подвело. И вот тот же Псалом, 72-й, 21-й стих уже, здесь он описывает очень много этих нечестивых людей, и не 21-й, 15-й, как раз Осав говорит 15-й стих, но если бы я сказал буду рассуждать так, ну то есть что нечестивые могут все это делать, то я виновен был бы перед родом сынов Твоих, Господи. И вот это вот чувство вины. Если бы я продолжал думать так, то я был бы виновен. А в чем виновен-то? Если я думаю, что я до сих пор виноват, а Бог мне уже простил, я делаю Бога неверным, я получается говорю, Господи, нет, Ты мне не простил, как будто бы Ты мне не забыл. Я, конечно, понимаю, что вроде бы написано, что Ты забываешь. Но я-то чувствую, что они меня еще гложат, чувство вины меня еще терзает. Наверное, ты еще не забыл. И я делаю Бога виноватым, я ставлю свою веру под сомнение и Его верность под сомнение ставлю. И тогда я был бы виновен родом сынов Твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Когда человек впадает в различные искушения, то происходит некая битва, и полководцы, они рождаются в битвах. Есть, конечно, талантливые люди, но все равно мастерство, полководцы, да любое мастерство, наверное, оно рождается в том, что он делает. Больше опыта, больше мастерства. И когда человек впадает в искушение, когда происходит битва за его душу, наблюдай, как это происходит, как действует враг в твоей жизни. Я пытался уразуметь, думал я, как бы уразуметь это? Это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я в освятилище Божие и не уразумел конца их. Ага, чем закончится все это сражение? Что ждет тех людей? И на скользких путях поставил их и так далее. И вот 21 стих. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, переживание человека, который впадает в искушение, все внутри кипит, все внутри терзается, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобой. И вот здесь начинается но. Противопоставление тому, чему, что было до этого. всем сомнением противопоставления, всему неверию, всем этим соблазнам. Но и начинается утверждение человека в том, кто я есть. Его крепость начинает заделывать дыры, укреплять ворота. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. Потом примешь меня в славу твою. кто мне на небе и с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего, часть моя вовек. Даже если у меня все плохо, изнемогаю Бог твердыня моя и часть моя вовек. удаляющиеся тебя гибнут, ты истребляешь их, а мне 28 стих благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Простой псалом показывает картину человека, впадающего в искушение. И как он из этого выходит, как его крепость утверждается. Когда крепость падает, вот есть история про город Дедовск, вы, наверное, все знаете, что в Ленина есть танковый музей под открытым небом, и там, получается, было остановлено нападение фашистов, то есть там прошла линия фронта, и все дальше они не пошли. И в то место как бы поставлен памятник. И получается от Дедовска вот всего ничего. Здесь большая фабрика и маршал забыл, Белобородов, вот, маршал Белобородов командовал тогда в этой части, и было принято решение как только немцы, короче, заминировать фабрику, и если немцы войдут, то все на воздух пустить. Ничего бы не осталось, чтобы ничего не оставить врагу. И директор фабрики встал, ну, то есть, было принято решение сдать крепость, так, своими словами уже. Но директор фабрики встал в пролом и говорит, я не уйду отсюда, и если немцы войдут, я сам взорвусь, то есть, я нажму на эту кнопку, но оставьте, не взрывайте заранее фабрику, оставьте, сохраните все это. И, в общем, он упросил командование, и фабрика осталась целой, немцы были остановлены, и, в общем, благодаря тому, что он проявил вот это мужество, эту твердость, все осталось в том же состоянии. Дедовск остался, да, фактически, а то это же было такое маленькое городское поселение. Да. Вот. Также, наверное, сдавал Москву французам отдана, Москва, спаленная пожаром, французу отдана, для того, чтобы потом сделать контрнаступление. Есть тактика, но человек, праведник, как написано, семь раз упадет, точнее, один раз упадет, семь раз поднимется. Ну, каждый раз поднимется. Вот. У нас есть основания, на которые мы можем становиться. И мы вспоминаем Давида, который сделал грех, известная эта история с Урия, Вирсавия, и он получил наказание за все это, но перед пророком Нафаном он падает на колени и говорит, тебе, Господи, единому согрешил я. Хотя были, пострадали люди, пострадали, пострадала семья, погиб человек, умер ребенок, но тебе, единому, Господи, согрешил я. И Бог восстанавливает его и говорит, парень, ты по сердцу моему. Есть крепость, которая нападающая. Вообще, вот интересная история в первом царстве, первое царство, 14 глава. Крепости, мы люди, как крепости. Поэтому я 1 царство, 14 глава. Где же ты? В один день сказал Иоаннафан, сын Саула, слуге оруженосцу своему, пойдем перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне. В то время филистимляне нападали на Израиль, все отряды были собраны, и вот Саул со всей армией еще там ночует, такое состояние пока непонятно, кто там будет нападать, и вот Иоаннафан со своим слугой, вдвоем, говорит, пойдем-ка к врагу туда и посмотрим. Своему отцу об этом не сказал. Саул находился под гранатым деревом, с ним было около 600 человек народа, так далее, так далее. И вот они, четвертый стих, карабкаются по скалам. Была одна острая скала с одной стороны, с другой стороны, и говорит Иоаннафан, шестой стих, слуге оруженосцу своему, пойдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, и для Господа нетрудно будет спасти через многих или немногих. У него есть вера, такое упование на то, что, а вдруг Господь через нас совершит победу? И оруженосец говорит, делай все, что у тебя на сердце. Вот я с тобой, и куда тебе угодно. И Иоаннафан говорит, наверное, интересно иногда просить у Бога, «Просить у Бога победы». Я почему сейчас об этом говорю, друзья мои? Искушение постигают всех, каждого человека постигают искушение, но важно, как ты выходишь из этого. И мы можем находиться либо в глухой обороне, либо сдавать свои позиции, и чаще всего это происходит. Мы почему-то вот из этого чувства вины, которое мы не можем взять верою, мы не дерзаем, идти вперед. Получается, что сейчас идет духовная битва. И когда идет духовная битва, когда ты находишься в поражении или в обороне такой, ты думаешь, что это на тебя все нападают. Иов, наверное, тоже думал, что все на меня нападают. Да я не виноват, за что? Господи, приди, разберись, я сейчас буду отвечать тебе. Мне на тебя нападают. Идет духовная война, и ты просто солдат на своей линии обороны, в окопе, со своим оружием духовным. Есть война против церкви, против святых верующих, против грешников, чтобы их сердца не растаяли, чтобы они не покаялись. И ты находишься сейчас в глухой обороне. И, может быть, тебе вообще не до того, чтобы кого-то спасать, кому-то благовествовать, кому-то говорить слово Евангелие. Главное, удержать тебя в этой обороне. Но посмотри на это с высоты Иисуса Христа. Мы сегодня пели вот в прославлении он совершил победу. Представьте, я еще сижу в обороне, а он уже совершил победу. Твой полководец уже прошел и знамя воткнул над этим там штабом. Смерть, где твоё жало? Ад. То есть смерти нет. Всё побеждено уже. А я сижу в глухой обороне и не вижу этой перспективы. Мне кажется, что вокруг меня война, как находили в лесах некоторых партизан, которые спустя лет 30 там или сколько ещё ходят, значит, ждут фашистов где-то вот. Они ещё воюют, для них война ещё не кончилась. А уже давно мирная жизнь, уже давно всё поменялось вокруг тебя. И вот есть ли у меня такая позиция победителя? Ну, не моя победа, а победа Господа Иисуса. Когда я смотрю вперёд, и Иоаннафан выходит, вот мы пойдём к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам, остановитесь, мы сейчас пойдём к вам, то мы остановимся на своих местах и не пойдём к ним. А если они скажут так, поднимитесь к нам, то мы взойдём, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас. И когда они оба стали на виду отряда филистинского, то филистинляне сказали, вот, евреи выходят из ущелья, в которых они попрятались. И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и Роженосцу его, говоря, зайдите к нам, и мы вам скажем нечто. Тогда Иоаннафан говорит Роженосцу своему, следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля. И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками, ногами, и Роженосец его за ним. И падали филистинляне перед Иоаннафаном, и Роженосец добивал их за ними. И пало от этого первого поражения, нанесённого Иоаннафаном и Роженосцем около 20 человек на половине поля. Началась победа. Вместо того, чтобы держаться в обороне или ждать нападения врага, пойдём мы, прорвём этот стан филистинский. Господь, если даст нам эту победу, мы увидим этот знак. Пали 20 человек. Потом сказал, увидели стражи Саула, что толпа рассеивается, бежит туда-сюда, то есть пошло движение в отрядах филистинских. Сметение в стане филистинском более-более распространялось, увеличивалось. Тогда говорит Саул священнику, сложи руки твои, молись, в общем, взывай к Богу. И, короче, Саул весь народ берёт и идёт туда, к месту сражения. И вот там меч каждого обращён против ближнего своего. То есть филистинляне уже рубили друг друга, уже не разбирая, кто здесь свой, не свой, и все израильтяне, скрывавшиеся. В общем, народ присоединяется и спас Господь в тот день Израиля. Битва же простёрлась даже до других городов. пример того, как крепость побеждает. И вот когда ты находишься в искушении, я опять возвращаюсь, у тебя есть задача, у тебя есть призвание от Господа, у тебя есть великая победа Иисуса Христа, не только твои грехи уже прощены, хватит уже париться и грызть себя. Если упал, покайся, исповедуйся, встань и иди вперёд, бери оружие своё, одевай эти ноги в благовестие, меч духовный, подпояшься этим истинно, возьми щит веры, шлем спасения надень, иди вперёд. Сколько можно уже в обороне сидеть? Двигайтесь вперёд, благо мне приближаться к Господу, благо мне славить Его, ходить во дворы Его. И когда мы боимся благовествовать или боимся каких-то действий совершить во имя Иисуса Христа, мы прячемся в эту оборону, мы закрываем свои замки крепкие, своего сердца или не знаю там чего и не хотим сказать Господи, а может быть Ты мне дашь победу сейчас? Может быть если мне этот человек ответит так-то и так-то, Ты отдал его сердце сейчас мне, я могу ему благовествовать, я могу там нажатого пригласить. Или если он мне ответит так, то я буду знать, что не сейчас, не время ещё, я ещё буду молиться за него. я хочу сегодня надеть на вас вот это новое понимание, может быть, которое позабылось, может быть, обветшалось оно немножко, понимание того, что моя миссия на моей работе, на моей учёбе, я нахожусь не в обороне, не в проигравшей стороне, но моя миссия здесь и сейчас нести это Слово Божие людям, говорить им, ещё и ещё говорить, благовествовать им, у вас всё есть для этого, у вас есть вера, у вас есть хорошее твёрдое основание Господь наш Иисус Христос. И Авраам, когда Лота взяли там захватили, он берёт 50 человек и там 10 царей, по-моему, гасит, забирает всё имущество у них и ещё с прибылью возвращается все живы, здоровы. Он дерзнул, говорит, Господи, ничего себе, моего родственника забрали, враги. И в нашей ситуации, да я сейчас буду молиться за него, я буду взывать за него, буду забирать всё у этого врага. И когда Иисус говорит, научитесь у Меня, я кроток и смирен сердцем. Мы смиряем свои сердца пред Богом. И знаете, когда ты берёшь иго Господа на себя, и оно, Он говорит благо и лёгко, легко. Когда ты садишься готовить проповедь, например, это трудно, её нужно родить, это кажется. Но я делаю, сейчас, например, говорю, и это легко, это хорошо мне от этого, потому что я Иисуса Христа провозглашаю. если я говорю кому-то об Иисусе Христе, я не свою какую-то выгоду из людей хочу вытащить, я несу его бремя, говорю им, он может взять ваши бремена, он может взять ваши грехи, облегчить вас. Если я служу не себе, а кому-то другому, я получаю счастье, я блажен, я получаю удовольствие от этого. И вроде бы это иго, ну такое бремя, но оно оказывается легкое. Иисус понес наши грехи для того, чтобы в результате мы все с Ним были на небесах, для того, чтобы наша жизнь вообще была другой, преобразилась. И когда думаешь о том, ну кажется, это бремя, посвящать себя, чему-то там отдавать, да это благо для каждого из вас. Это благо, это жизнь приносит благословение, радость, счастье, это укрепляют соотношения семейные, дети твои растут совершенно другие. И это счастье. И Бог берет наши грехи, взваливает на себя, для того, чтобы ты мог обрести другой взгляд, другое понимание общей действительности. Он облекает тебя в белоснежные одежды, праведности, Бог воспринимает тебя через Иисуса Христа, не осуждая тебя, Он смотрит на тебя сквозь Иисуса Христа, или там ты в Иисусе Христе помещен, да это мой сын, да это моя дочь, ты чист, ты убелен его кровью, у тебя есть все, у тебя есть победа Иисуса Христа, посмотри на окружающее вообще с другой стороны. Его бремя приносит радость, его иго, оно легкое, и не просто говорить греху нет, не подходи ко мне, но если он подходит, если тебя атакуют сейчас и приходит твою жизнь искушение, почему оно атакует? Если филистинные не подобрались к твоему стану, а не пойти ли мне и разбить этот отряд филистинский, а не посмотреть на мне Господи, если происходит атака, то какое сейчас мое призвание, какая моя роль сейчас в этой ситуации, в эту секунду, когда страсти внутри кипят, когда я, как этот Асав говорит, что там с ним происходило, весь внутренность моя скрежетала, что сейчас нужно? и когда я пришел в освятилище при лицо Божье, Бог открыл мне, что мне делать? Бог откроет тебе, посмотри, вот войди в эту дверь, все уже приготовлено, все уже сделано для тебя. Идти вперед, и мы, написано, что мы не против плоти и крови боремся, а мы против начальств, мироправителей века сего, наступайте на всю силу вражью, все есть повеление, все открыто для тебя в этом слове. я беру это прощение, которое Бог подарил мне рукой веры, чтобы идти вперед. И заключение хочу прочитать еще 19 псалом. 19 псалом. Псалом Давида. И воспримите эту псалом как молитва царя Давида, который жил 4000 лет назад, наверное, где-то, может, побольше. Это молитва его за вас. Вот мы здесь не благодаря тому, что нам там папа или мама или друг сказали бы в Иисусе Христе и уверовали. Ваша вера, она тянется издалека Авраам отец ваш всех верующих. Еще тогда это было посеяно. И вот Давид молится о вас. Да услышит тебя Господь в день печали. Да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Вот этот день печали у каждого человека есть. Да пошлет тебе помощь откуда из святилища. Из Сиона да подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения твои. И все сожжения твои да сделает тучным. Да даст тебе по сердцу твоему. И все намерения твои да исполнит. Это уже просто по-человечески даже. И намерения твои исполнит. И по сердцу твоему даст. Ныне познал я. Ну наконец-то Давид познал ныне. И я хочу чтобы и вы ныне познали что Господь спасает помазанника своего. Вот рукой веры принимая это ныне понял я принял что Господь спасает меня как помазанника своего. Отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. То есть молитвы он твои слышит. И он отвечает тебе со святых небес своих. Иные колесницами иные конями а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали а мы встали и стоим прямо. Господи спаси царя и услышь нас когда будем взывать тебе. Ну я себе Давид тоже не забыл. Спаси царя и услышь нас. Вот Аминь ободряю вас церковь действовать в Боге смело ну смелее 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 учитесь это брань которая научит вас быть воинами научит вас быть сильными крепкими в вере утверждайтесь в Иисусе Христе кто недавно в Господе или давно чаще бывает тем кто давно им сложнее они уже что-то себе надумали представили себе Бога такого вот вот такого в такой рамочке вот и все и успокоились поэтому не успокаивайтесь и да поможет вам Господь Аминь не успокаивайтесь не успокаивайтесь не успокаивайтесь